В ходе проверки условий хранения гуманитарной помощи Украинского благотворительного фонда «Поможем» на Донбасс-арене, властями ДНР были выявлены грубейшие нарушения. В помещениях хранения повышенная влажность, плесень, отсутствие вентиляции. Главой нашей республики была поставлена задача в кратчайшие сроки принять на баланс министерству по чрезвычайным ситуациям. Всю гуманитарную помощь, которая была завезена ранее фондом Рената Ахметова, поможем. Сегодня мы находимся на центральном складе этой гуманитарной помощи на Донбасс-арене. Сегодня работают бригады по приему имущества. После приема и перерасчета, то есть после окончания инвентаризации, будет продолжаться выдача этих продовольственных пайком населению республики только через администрации городов и районов республики. В ходе проведения санитарно-эпидемиологического обследования центра выдачи и хранения гуманитарной помощи, после проведенных ими плановых мероприятий, была выделена партия просроченных пищевых продуктов. В частности, это детская растворимая, быстро растворимая каша-карапуз, мультизлаковая с минералами, потом каша-карапуз, мультизлаковая, витаминами и пребиотиками. Дата изготовления 30 марта 2015 года, 30 березня 2015 года. Срок хранения этого продукта составляет 12 месяцев. Соответственно, продукт считается непригодным к использованию, просроченным. И для питания его нельзя использовать. Этот продукт подлежит технической утилизации или после экспертизы с ветеринарами возможен допуск его на корм животным. Дальнейшая проводится ревизия других продуктов и установление их пригодности к пище. Вся гуманитарная помощь данного фонда завозилась на территории ДНР бесконтрольно, как по количеству, так и по качеству. С целью регулирования приема поступившей гуманитарной помощи, строго учета и распределения, Глава Республики поручил в двухнедельный срок провести инвентаризацию, проверку и передачу проверенных продуктов на склады МЧС ДНР. А также подготовить списки граждан ДНР, которые нуждаются в этой гуманитарной помощи. Это в первую очередь граждане социально незащищенных слоев, пенсионеры, дети, инвалиды, матери-одиночки. На сегодняшний день также принято решение о выдаче детских продуктовых наборов, которые поступили по линии МЧС Российской Федерации абсолютно всем категориям детей от 0 до 3 лет, вне зависимости от социального положения и финансового положения семей, в которых они проживают, эти дети. Также в течение двух недель будет проведена выдача продуктов питания социально незащищенным слоем. Сейчас происходит формирование списков людей, и эти продукты будут этим социально незащищенным слоям выданы. И мы обращаемся ко всем гражданам, которые ранее получали гуманитарную помощь от фонда «Поможем», чтобы они не переживали эти продукты питания после проверки, и после того, как дадут заключение органы санопинадзора, будут выданы этим же слоям населения. И скажу еще больше, главой республики принято решение, что эти продуктовые наборы будут даже усилены и улучшены дополнительными продуктами питания, которые поступали по линии гуманитарной помощи от МЧС Российской Федерации. Штабы выдачи не будут те же. Штабы выдачи, это были помещения фонда Рината Ахметова, или может быть арендованное помещение, они будут выдаваться на тех пунктах, на которых выдается помощь гуманитарная, которая поступала от МЧС Российской Федерации, то есть через управление труда и соцполитики. У каждого города есть свои пункты выдачи, через которые эта помощь и сейчас выдается. Министр также добавил, что детскую гуманитарную помощь теперь можно будет получить по упрощенной процедуре, предъявив паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка. Редактор субтитров А.Семкин